Начинаем новый влог, с вами Ежов с грязной головой, я вам рассказывал то, что у нас вырубили горячую воду, поэтому приходится греть чайнички. Сейчас помою голову и мы поедем кататься. Я что-то сегодня вообще так подзаколебался на самом деле. У меня что-то какая-то череда презентаций, Катюша уже помыла голову. А что ты натираешься, мы же сейчас уйдем. Да, я знаю, у меня кожа сухая. Надо увлажнить? Да. Я тебе потом увлажню. Палец у меня из-за него порезала. Что это из-за меня сама предложил? Я, между прочим, говорю, не режь мне колбасу. Решила порезать и в итоге... Нет, он сказал порезать. Просто я ему первый раз толсто порезала, он говорит, мне тоньше надо. Потом, ладно, не надо. А раз он уже попросил тоньше, значит, надо тоньше. Да ничего страшного, до свадьбы заживет. Там такой порез, прикинь, там прям кожа отслаивается. Такая, привет, да, говорит? Блин, меня так бесит, башка куда грязная. Прикинь, я только сейчас поняла. Мне всегда там мама, ну, там все родственники, друзья говорят, да свадьбы заживет. Я всегда говорила, ах, когда это будет. Прикинь, все, надо, чтобы зажило. Я тебе об этом сказал, я думал, ты среагируешь. Ну вот я и среагировала. Ну поздно. Не поздно. Ну женщина, у тебя просто реакция доходит долго и как бы, ну... На тебе питье. Вот с этим мне придется жить всю жизнь. Ну давай. Ну какой ты? Ну какую ты? Я не пойму, что ты хочешь. Я и ту, и ту. Ну давайте, как мы делаем? Мы делаем. Мы делаем? Да. Нет, мы сначала делаем вот так вот, потом так, потом... Только я тебе немножко крема безмазюкала. Да ничего страшного. Так, все, я пошел размешивать. Сюда я тебе помогу. Да? Да. Ну давай. Я надеюсь, мне хватит одного чайника, если что, поможешь. Да, хватит. И самое главное, знаешь, что прекрасно? То, что очень скоро будет жарюка. Читала? Со среды. Ставь. Тоже начинается. Давай, сейчас я... И что, прям так будешь лить, да, на голову? Ай, красота. Ботовуха в чистом виде. Да. Ну, потом не жалуйтесь, что я влоги не записываю. Показываю все, как есть. Полотенце, которое тут грязное на фоне. Они не грязные. Все как надо. Ну, блин, дня три. Как бы уже можно поменять. Но это не к тебе претензии, если что. Ты посмотри, вон мне полотенце, которое у меня три, я повесила. Да, у нас, видите, тут красота какая. Может быть, было немножко видно на фоне. Так, надо коробку вон-то выбросить. Все, я буду мыть голову. Хочешь меня поснимать? Да, я тебя буду лить. Можешь поставить вот сюда камеру. Смотри, тут видно это веселье, поза которой я держусь. Можешь сюда поставить камеру или... Да нет, это приватный процесс. Кончивать, ну шо ж я. Не до такой же степени. Давай, наклоняйся. Все, готов. Близко меня снимаешь? Да, голову так. Есть то, что у меня прискочило? И волосик тут какой-то. Тьфу, блядь. С твоей ушел и полотенце. Блин, такой болючий. Ё-моё, я как школьник какой-то, а. Ну все, смотри. И со сгимой не снимай. Окей, если что замалишь. А то запанят нас. Слышишь, кубиками замалишь там. Все тело, да? Потому что кубиков нет. Букетские штаны, на байке такие звонные. А топ такой же оставишь? Нет, конечно, она сюда не подходит. Надо другое. Сейчас, я хотела вот в этом пойти, но что-то как-то прохладновато. 25 градусов. Ну когда приедем, будет 17. Плохо. Ребят, кто помнит Крэзи Фрога? Брум, ту-ту-ту-ту-ту-т. Бэ-бэ. Ты себя показывай. А не меня. Ту-ту-тун-тун. Ну помнишь Крэзи Фрога? В рубе я хочу показать его. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ты-тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ты-тун-тун-тун-тун. Ту-ты-тун-тун-тун-тун. контент 18 плюс ну чё пошли я тебе сделаю мой пойдем мальчик мы пойдем пойдем я тебе сейчас заклею чтобы не болела противная боль была в момент когда я резанула прям такая знаешь как как мелом по доске когда или по стеклу ногтем вот такая же на хор гексидин туда давай давай чуть-чуть пощипет вот все все сейчас не будет болеть где мне взять чего сейчас пройдет смотри я вот просто вот это прикладываю бумажку все равно чуть-чуть выступает лишь оси сильнее давит вообще на прям как из ветра блин ничего сейчас пройдет хорошо это было противно вообще это больше не больно прям такое даже щипет ничего противно ничего сейчас сделаем все будет хорошо поцелую тебе и все пройдет все хорошо все все пройдет ребята по поводу стримов и подключению камер у меня почему-то не получилось подрубить соньку ассирис 3 которая лежит уже достаточно давно без дела я не пользуюсь потому что она очень тяжелая катюхину получилось подрубить но там объектив не такой сверх широкий а канона который я снимаю проблема в том что если сядет батарейка во время стрима то все прекратится то есть там нет возможности снимать и одновременно заряжать ну короче это не очень удобно поэтому в ближайшее время буду снимать на своего гитэч вроде бы картинки неплохая тем более у меня получилось управлять при помощи нативного приложения поэтому там все должно быть получше катюк 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 глухня блин не слышит пошла в б фото забирать ну блин а я думал белая будет смешно я думал белая будет белая смысле подружка невеста это же канина девичник такая заливаться здравствуйте не 5 тонн айка дополнил так я заправился 3100 рублей получилось тонн айка залил в очередной раз и взял три пачка стиков сейчас тут подъеду прям 10 метров до катюхи макдональдс моя девочка красоточка идет принесла вкусняшки сейчас мы будем есть гадость я случайно забыл открытие дверки как будто не жду да как будто да не ждут меня вообще нем нем так захотелось не нагреть а чё у нас не сложный заказ ну частенько то сахар не положил то вместо араба капучино то лимонад перепутал то наггетсы надеюсь все правильно все под контролем да ускоряемся ускоряемся еще 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 посудомойка миксер пылесос капец я сегодня вообще с этой посудомойкой намучилась ночью в общем помнишь нашу маленькую такую кастрюльку самую маленькую где я береглины яйца варю у нее есть ручка маленькая я положила вот на верхнюю полку вниз на верхнюю полку но вниз нет на верхнюю полку вверх донышком понял я положила в самый конец туда в самый так получилось что вот эта вот ручка этой кастрюль маленькой она выходила за решетку я закрываю она не закрывается закрывая не закрывать я уже все ее перебрала думать что не так казалось то что это маленькая бздулечка она мешала я внутри тебя с аня разговариваю же кричать начало грая ничего происходит вот это у вас женская ноша да вообще разбиралась так долго думаю что с тобой ну все же нормально я уже там и начала знаешь там на донышке валялась там засохшая гречечка вот маленькие крупиночки я уже начала их убирать думаю вдруг что там мешает я не знаю почему я уже везде начала ее все чистить мыть и потом вижу вот эта маленькая ручка торчит тяжело быть ребят вырежешь ребят в прошлом логе андрей говорил про то что в это воскресенье будет стрим с моего канала но в эти выходные я уезжаю в брянск потому что мои подруги девичник вот и у меня не получится воскресенье приехать обратно в москву нет билетов на поезд там короче есть вариант на блаблакаре но неизвестно во сколько я приеду возможно я опоздаю поэтому проще сделать так я вернусь в понедельник обратно в москву и уже на следующих выходных следующее воскресенье проведем стрим на моем канале а в это воскресенье андрей решил то что сам из меня проведет уже у себя стрим в одного в одного да так что копите вопросы ребзя я расстраиваюсь а то хотела на своем канале в это воскресенье сделать стрим но в следующий раз зато будешь билеты сразу брать туда-обратно а их не было а не смотрела их не было блин ну прикольно конечно я говорю блин такое ощущение будто брянск это какие-то мальдивы почему так вообще все раскупают кто туда ездит да я тоже не поднимаю как так нету ну вообще там есть билеты как это называется СВ, купе, что-то такое за семь с половиной да жесть блин за эти деньги можно на самолете улететь в Сочи блин да не вариант не не бред вообще надеюсь что на следующих выходных в воскресенье все таки состоится стрим с моего канала и хоть кто-то придет с нами поболтать придет придет видишь как горько обещаете обещаете ребят ну ладно если будет 5-10 человек уже хорошо потому что хоть с кем-то мы поболтаем ну человек 30 надеюсь придет надеюсь я-то поугараю и я поугараю от Бесява на Ленинградке построили вот эти здания жилые комплексы и теперь не видно стадион Спартак он там чуть-чуть проглядывает такой вид клевый был но сейчас от сосны только вот ой господи в самом конце чуть-чуть видно и то тут забор какой-то поставили ну видите я котюху не кормлю и ест из мусорного пакета я вообще делаю что хочу ты-ты-ты-ты-ты-ты хочу творожник так и дальше что? я не придумал ну вот когда придумаешь скажи по поводу вчерашнего моего пассажа про Donation Alerts мне сегодня написали разблокировали деньги так что все хорошо я рад ну так все равно немножко нервозно было когда написали типа докажите откуда денежки хочу творожник иду плачу так вот раунд держи питьюню за этот панч а мы едем в районе ВВЦ ну и пробка как обычно даже вчера мы тут ехали полдесятого вообще жопень была но все равно очень красиво да сегодня мне так нравится вот это колесо сейчас я наряду поближе блин крутой кадр мы с тобой так и не прокатились да ну обязательно это сделай я еще ехала на такси к тебе с поезда первый день когда мы с тобой убедились да ты мне рассказывала когда я тебе писал типа ты где-то где я вот тут проезжала я еще смотрю куда я еду я в этот район никогда не была я на такси приехала к Медведкову к его квартире туда да и он меня ждал возле шлагбаума на своей вот этой шведской малышке да я ее уже прогрел когда тебя встречал и у шлагбаума да ну я когда села я сильно угорала потому что меня таксист расширил как-то образом не помню какие-то шутейки он там шутил я сильно смеялась хожу 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 к тебе и так странно думаю я тебя несколько раз видела ну в твоих видосах а тут в жизни вообще другое какое-то не как видео ну лучше в жизни угу ну отличаешься у тебя даже голос меняется не знаю почему в жизни голос тебе другой не такой как ты на видосах ну для меня я прям вижу разницу угу точнее слушаю это интересно Леся сказала то что квартира очень сильно отличается от видосов то есть она говорит я смотрела ваше видео ну мы все показывали да ну живую вот она пришла говорит как-то все совершенно по-другому более объемно так все ну через видео она меньше кажется ну да плюс из-за того что мы всегда снимаем либо кабинет где ты работаешь либо кухню такое ощущение будет у нас нет спальни мы там вообще никогда не снимаем практически и Леся говорит я про спальню вообще как-то и забыла что она у вас есть мы там никогда не снимаем ну да коридор кабинет и кухня с гостиной все спальника гудки не существует обрезали просто от квартиры если хочешь рассказать что внутри болит можешь по тем показать докторой болит